Продолжается проведение специальной военной операции. Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке вооруженных сил России за сутки расширили участки прорыва в обороне противника и продолжают развивать успех наступлений. Группировка войск ЛНР продвинулась на глубину до 30 км и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкин. Соединения воинской части ДНР, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 км. Националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки. Подразделениями российских вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь. Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключение провокации со стороны украинских спецслужб и националистов. В течение ночи вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины. Еще раз подчеркну, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре. Всего российскими вооруженными силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300 и ОСА, 48 радиационных станций, сбито 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов, уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники. Силами военно-морского флота России уничтожено 8 военных катеров украинских военно-морских сил.